Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хиван. Я вас приветствую на канале Процветок. Поговорим сегодня о защите растений от опасных болезней, в частности от мучнистой росы и от растительных клещей. И то и другое является очень большой проблемой на множестве садовых и огородных растений. От растительных клещей очень часто страдает огурец. В сухих условиях очень часто страдает даже томат. А уж я не говорю про многие плодовые растения, такие как, например, земляника или смородина, которая очень часто страдает от почкового клеща, и другие садовые и овощные растения. Мы много говорим о борьбе и с мучнистой росой с помощью различных плёнкообразователей, таких как мыльно-масляная эмульсия или молочная сыворотка. С помощью авермиктиновых препаратов, которые, однако же, имеют свои ограничения. С помощью коллоидной серы и так далее. Рецептов у нас довольно много под каждый случай, под каждый кошелёк и под каждую возможность. Однако сегодня я хочу вас познакомить с одним, можно сказать, революционным препаратом, который называется ПСК. Три буквы ПСК. И этот препарат был изобретён в Беларуси в Академии наук. И поэтому он является не просто препаратом, каким-то химическим препаратом для защиты растений, а он является препаратом, созданным на глубокой научной основе, на основе многочисленных исследований. Этот препарат как раз и предназначен для борьбы с клещами, в первую очередь на земляники, смородине, плодовых деревьев, а также на овощных растениях, которые наиболее подвержены поражению клещами, а также мучнистой росой. Как правило, это вообще одни и те же растения. Единственное исключение, пожалуй, составляет виноград. И то в тёплых южных регионах он зачастую поражается и паутиным клещом тоже. А я уж не говорю о баклажане и других растениях. Чем хорош препарат ПСК? Чем он отличается от авермектинов, например, или других способов? Во-первых, он очень хорошо держится на растении. Он не смывается дождями. Во-вторых, у него период ожидания только 4 дня. Вы можете обработать огурцы от клеща, вы можете обработать баклажаны, вы можете обработать смородину или крыжовник от мучнистой росы, вы можете обработать землянику с ягодой на кустах от земляничного клеща. И всего лишь 4 дня нужно подождать для того, чтобы снять урожай. Во-вторых, он совершенно не токсичен для человека. У него практически нет каких-то таких очень серьёзных ограничений. Если, например, в отношении авермектинов существуют ограничения, что дети и вообще молодые люди в возрасте желательно до 21 года не использовали этот биологический способ защиты, потому что на молодой организм при попадании в него авермектины действуют не очень-то благоприятно, то вот у этого препарата ПСК таких ограничений нет. Кроме того, он очень экономичен. Если вы посмотрите на инструкцию, то всего-навсего необходимо 2-4 мл этого препарата на 20 л воды. Это очень мало. С учётом того, что он продаётся в достаточно больших упаковках и расход его очень маленький, вам его хватит на очень-очень длительный период времени. Ну, говоря об этом, его можно использовать в любой период развития растений, в том числе, когда урожай у вас на растениях по огурчикам, по томатам, по землянике спелой и так далее. 4 дня всего надо выдержать. Но надо сказать и о некоторых недостатках этого препарата. Первый недостаток – это его запах. Запах достаточно специфический. Он напоминает, ну, отдалённо запах сероводорода. Вообще, в основе здесь соединения серы находятся. Хотя это не сера, конечно, но вот что-то такое сернистое здесь присутствует и соответствующий запах. Но запах этот через 1-2 дня улетучивается, даже в условиях защищённого грунта, и уже на продукции через 4 дня совершенно не беспокоит. Тем более, если её помыть. Второй недостаток, который преследует этот препарат, то, что он производится только в Беларуси. Больше нигде он не производится. Поэтому возможность его купить чрезвычайно ограничена. Однако же, в интернет-магазинах можно его отыскать, можно на него оставить заказ, можно его заказать. Возможно, он доступен в хозмагах, в садовых центрах и так далее. Везде, где продаются средства защиты растений. Если вы его вдруг там не обнаружите, оставляйте свои заявки. Не стесняйтесь продавцам говорить о том, что вы хотели бы приобрести такой препарат. Ведь спрос рождает предложение. Что ж, я надеюсь, что теперь все, кто убрал землянику, в частности, вот я просто напираю на землянику, и у кого земляничный клещ является проблемой, обязательно используйте этот препарат для того, чтобы навсегда избавиться от этой проблемы. Ну и, разумеется, во всех остальных случаях, когда вас мучает мучнистая роса настоящая и различные растительноядные клещи. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. Желаю вам здоровья и процветания. Используйте эффективные препараты, не подделки. Покупайте их только в надежных местах, для того, чтобы быть уверенным в том, что вы не только решите свою проблему, но также и не лишитесь здоровья в случае применения поддельных препаратов. Что ж, на этом всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова